Дорогие друзья, всем доброго дня! Сегодня наша встреча стала возможной благодаря моим украинским друзьям Дмитрию и Николаю Шевчук. Правда, у Коли есть еще вторая фамилия, но она настолько известна, что я ее не хочу произносить. Думаю, что многие из вас этих людей прекрасно знают, потому что именно они организовали все, что вы сейчас видите. Тема нашей сегодняшней беседы – это финансы в новой реальности и личностный рост также в новой реальности. Я, может быть, буду иногда себе позволять некие вольности, буду подходить поближе, посмотреть на трансляцию. И операторам сегодня придется немножко за мной лавировать. Со мной работают два чудесных человека – это Артур и Владимир. Первый пункт, который я сегодня скажу. Деньги в жизни не главное. Ну, дело в том, что счастье человека – это всегда функция дефицита. Функция дефицита. То есть, если, например, у человека нет здоровья, ему кажется, что как только он это здоровье обретет, или если бы он его получил, он сразу станет счастливым. Если у него нет жены, вот была бы жена, был бы счастлив. Если у него нет денег, недостаточно денег, вот получил бы денег, вот достаточно, был бы счастлив. Опять же, непонятно, что значит достаточно. Могу сказать, вот мне 47 лет, и летом будет 48. Это все наши иллюзорные представления о мире. Иллюзорные. Деньги в жизни не главное. При этом они важны, и до какой степени важны, нам предстоит понять. Дело все в том, что второй постулат, который я сегодня вам озвучу. Деньги заработать проще, чем кажется. Это с одной стороны. Просто запишите, возьмите это на веру. И второй момент. Казалось бы, исключающее первое утверждение. Деньги заработать сложнее, чем может показаться. Я объясню второй постулат. Ну вот вроде как мы с вами встретились, вот сидим так миленько беседуем. У меня вот здесь вот тумбочка стоит. На тумбочке там, я не знаю, ручка лежит, какие-то фломастеры. Но у меня был друг, который говорил, как много нужно мне, чтобы песня зазвучала. Вот ради того, чтобы одна эта встреча состоялась, один этот семинар состоялся. Вы не представляете, какое количество всего совершенно необходимо было сделать. И вот тот же Николай с Дмитрием, они ведь с утра до ночи просто пахали для того, чтобы люди смогли увидеть бесплатное действие, бесплатную лекцию, бесплатный семинар. А между тем, вот если какой-то другой человек возьмет сейчас и попробует организовать нечто подобное, и у него будет, например, времени не месяц на подготовку, а два месяца или три месяца, он не соберет так аудиторию, потому что для того, чтобы даже собрать эту аудиторию, пусть даже на бесплатный вот этот семинар, ведь 20 лет моего труда и почти 10 лет труда и наработок Дмитрия и Николая, которые также точно работали со своей аудиторией, со своими клиентами, со своими подписчиками, занимались рассылками, обучением, преподаванием, учились сами и так далее. Дело-то все в том, что люди, которые хотят заработать деньги, они на этот труд не готовы. Вот на такой вот труд. Они ищут каких-то вот легких решений, таких, знаете, ну, чтобы вот повезло или в нужный момент, в нужное время оказаться в нужном месте, но этому не учат. На семинарах это чистой воды судьба. Действительно, есть такой процент людей, может быть, там один крошечный процентик, может быть, пол, я не знаю, одна тысячная процента существует. Это люди, которым досталось наследство, это те, кто удачно вышли замуж, женились на деньгах или, я не знаю, женился и овдовел, стал наследником, выиграл лотерею. Да, периодически бывают люди, которые выигрывают в лотерее, но они точно так же все это испускают. Была какая-то дама, выиграла в лотерею 20 миллионов долларов, она их тратила благополучно 15 лет, и вы знаете, удивительно то, что она выиграла второй раз в эту же самую лотерею. Но она одна такая, одна такая на 7 миллиардов человек. Поэтому процент вероятности сами можете посчитать. И наша сегодняшняя встреча, наше обучение исключает такие варианты, как найти клад, получить наследство, это все вы сможете сделать и без меня. Согласны со мной? Согласны. Хорошо. А как же тогда первое утверждение, что деньги заработать проще, чем может показаться? И вообще, например, кто такая Грейс, чтобы рассуждать о том, можно ли заработать легко деньги, и что, собственно, у нее есть у самой, за счет чего она живет, может ли она нас учить, и какое она имеет моральное право нас учить? Все дело в том, что деньги любые, даже небольшие и средние, и тем более большие деньги любят тишину. И когда какие-то люди начинают распространяться о том, какие у них доходы, фотографируются в каких-то дорогих тачках, это уже вызывает какое-то сомнение, уже вызывает какое-то подозрение, что что-то здесь не так. Сейчас очень много людей, которые берут на прокат дорогие автомобили, снимают шикарные интерьеры, нанимают себе эскорт службы, чтобы в присутствии этих людей всячески произвести впечатление, что вот они богаты. Или, например, берут на прокат вещи, одежду, и не обязательно у своих подруг, это можно брать в бутиках, и сделав рекламу этим бутикам, или прямо там же во время примерки отснявшись, они производят впечатление, что вот они богатые люди. Но здесь два момента очень гнилых. С одной стороны, это вот попытка обмана, непонятно, для чего это нужно, вообще энергию тратить и пускать пыль в глаза. От этого ведь все равно ничего не поменяется и не произойдет. Понимаю, что хорошо быть девушкой в розовом пальто, да, можно и не в розовом, но уже, как говорится, не то. А второй гнилостный момент, что это вообще все фантик, это все пустота, это все ничто, нехил, понимаете, ничтожно. Это все мерзко, это мерзость. Так что же я имею в виду под выражением «деньги заработать легко». А легко это значит с легким сердцем, а легко это значит без ограничений, а легко это значит без финансового потолка, а легко это значит столько, сколько тебе нужно для жизни и благочестия, чтобы у тебя было достаточно, чтобы жить так, как ты хочешь. Я человек, который не обрастает большим количеством недвижимости. У меня есть небольшой трехэтажный домик, причем третий этаж – это планируемая мансарда, он еще не достроен во всем своем великолепии и простоте. А двумя этажами я активно пользуюсь. У меня есть автомобиль. Я предпочитаю уже давно ездить на автомобилях Mercedes, Benz. Mercedes – это ни в коем случае не какая-то показуха, не хвастовство. Просто мне нравится Mercedes, потому что там хороший сервис, потому что если, не дай бог, там что-то сломалось, мне всегда дадут подменный автомобиль класса мне ниже, и я не останусь без руля. Плюс, поименно знают всех клиентов, я в любое время могу позвонить и спросить, вплоть до того, как открывать капот, если я, понимаешь, тупая курица. И мне ответит обязательно по мобильной связи человек, который мне продавал этот автомобиль. Это система личный менеджер. Либо тот, кто окажется на его месте, вслед за ним, получив меня, так сказать, для сопровождения по наследству. И дело не в том, что в салоне Mercedes вам всегда нальют кофе, предложат бесплатный интернет. Это всегда и это везде. Но особенное отношение, лояльность, быстрота, скорость. Я ни в коем случае не рекламирую Mercedes. Никаких денег я от них не получала. Более того, я самый геморройный для них клиент. И они всегда говорят, что машина, которую вы купили очередной раз, вы ее купили дешевле всех в России. Потому что так отжимать, как вы, наверное, больше не может никто. Могу сказать, что у меня нет ни долгов, ни кредитов, ни обременительных обязательств и обстоятельств. Я живу скромнее того уровня, который могу себе позволить. И всегда имею некоторый запас жирку для того, чтобы обеспечивать себе творчество, обеспечивать возможность видеопроизводства, в том числе, когда у YouTube накрылась монетизация в зоне РУ. Но дело в том, что если бы я целиком зависела только лишь от одного источника, тогда я бы, конечно, пострадала. А поскольку у меня несколько источников дохода, то когда один из них обрубился, я себя чувствую более или менее стабильно. Так что один из денежных законов на сегодня, то, что люди говорят, никогда не держите яйца в одной корзине, это означает, что вы должны иметь множественные источники дохода, ребята. Несколько источников дохода. И если источник один, то он должен быть настолько полноводный, настолько надежный и настолько стабильный, и регулярный, и бесперебойный, что он заменит вам несколько. Итак, еще парочку слов о том, как я живу. Вы уже поняли, что у меня есть дом. Некоторое время жила, после 16 лет, когда приехала в Петербург, я жила в общежитии. Три года, как все студенты. Потом снимала комнатку в коммунальной квартире. И в комнате в коммуналке я застряла на 13 лет. И когда я наконец-то поняла, что как же так, вот я белю, крашу, убираю, там что-то делаю, борюсь за чистоту, но глобально ничего не меняется. Я такая умная, и в принципе, наверное, что-то я делаю не так. И вот именно в этот момент, на 13-м году жизни в коммунальной комнате, я решила ликвидировать свои пробелы в образовании, именно в финансовом образовании. Я пошла реально в книжный магазин и купила все, что смогла себе позволить на тему деньги, как увеличить доход, что такое активы и пассивы, различные размышления передовых предпринимателей на эту тему. Я записывала, подчеркивала, анализировала, складывала, обдумывала. И мне это очень здорово помогло. Далее я сменяла квартиры чередой одну на другую. Был момент, я в Москве жила, «Я никогда не брала ипотечный кредит». И считаю, что ипотека – это, конечно, удушающее ермо обязательств. Жизнь меняется, все течет, а ты должен. И аннуитетные платежи звучат-то как уродско. Аннуитетные, знаете, как будто ты в авансе в каком-то находишься. Равные платежи ежемесячные, да? Это страшное явление. Безусловно, можно все посчитать. И если ты арендуешь и выбрасываешь на аренду больше, чем ты платишь по ипотеке, то, наверное, можно влезть в ипотеку. Но дело в том, что, например, ты заболел чем-то и не можешь работать, а тебе нужно платить. Ты развелся, а тебе нужно платить. Ты захотел переехать в другой город и заменить свою жизнь, а тебе нужно платить. И с этой точки зрения аренда, безусловно, намного лучше. На всякий пожарный случай дом свой я всегда страхую. В страховой компании, которую не буду упоминать, чтобы вы тоже не подумали, что это реклама. Также я всегда, конечно, страхую свой автомобиль. И некоторые люди вкладывают в ценные бумаги, акции, облигации, в биржевые какие-то вещи, в майнинговые, в эти фермы. Господи, звучит тоже вот уродско. Майнинговая ферма. У меня почему-то крайне негативное отношение к этим всем вещам. Замечу сразу почему. Дело все в том, что от любого труда должен оставаться созидательный результат. И здесь, пожалуйста, запишите. Деньги – это косвенный результат моих любовных взаимоотношений с работой. Косвенный, понимаете? К деньгам как таковым, вот непосредственно самим этим деньгам, да, я никогда не стремилась. То есть они для меня были инструментом воплощения моих творческих идей. Точно так же, как я никогда не стремилась, клянусь, к популярности, к какой-то славе, к какому-то вот этому внешнему результату моего труда. Мне всегда хотелось снять видео, снять с классным звуком, с потрясающей картинкой. Мне хотелось написать шедевральный текст, вдохновляющий текст. Мне хотелось выразить свои мысли в стихах. Когда по той или иной причине это оказывалось востребованным, то оно приносило какой-то доход, и слава богу. И вот тут очень важно, чтобы не произошло смещение акцентов. Еще один денежный закон – ни в коем случае не смещать акценты. То есть если деньги станут первичной целью, вы будете очень несчастным, крайне несчастным, разрушенным человеком. Ребята, у которых ипотека, пожалуйста, не расстраивайтесь и не переживайте. Просто подумайте о том, как ее максимально быстро погасить. А если вы ее брали давно, и инфляция сожрала уже, собственно, ценность денег, и то, что вы выплачиваете ежемесячно, это просто пыль какая-то, то вполне нормально можно к этому относиться. Но проблема именно ипотеки, так же как любого кредита, заключается вот в чем. Я вам сейчас нарисую самую соль, самый смак, самый, вот скажем так, ад, ад этой всей истории. В одной из своих лекций я рисовала шприц. Он получится у меня таким вот немного символическим. И рядом с этим шприцом я нарисую капельку крови. Задача современного мира, к сожалению, мира в плохом смысле слова. Да, есть мир в хорошем смысле слова, как жизнь, не война. А есть мир в плохом смысле слова, в понятии вот этой вот мирской приземленной жизни. Как сказала одна бабушка про современных людей, земляные вы земляные. Вот на эту историю нас стараются подключить абсолютно все. Что здесь есть? Давайте вот для себя тоже зарисуйте. Это арендная плата, коммунальные платежи, это сотовая связь и прочее, прочее. Здесь много-много-много вот этих вот капелек, да, я вот так вот нарисую. Перечень в столбик, куда вы будете записывать свои расходы. Я сейчас даже говорю не о пассивах, в отличие от активов, нет. Я хочу именно подчеркнуть то, что практически каждый, кто оказывает нам услугу, хочет нас подсадить на иглу. То есть постоянные, регулярные, ежемесячные платежи. И даже иногда вот вы сайт заказываете и получаете какое-то его техническое обслуживание, да, у маленькой группы программистов. И вы знаете, они говорят, а нам неинтересно даже разово на вас заработать 200, 300 или 400 тысяч. Нам интересно взять этот сайт именно на обслуживание для того, чтобы вы ежемесячно платили какую-то сумму. И представьте, когда таких людей много, то можно нормально людей доить. И любой человек, оператор сотовой связи, стремится, чтобы вы ежемесячно платили. И если вы посмотрите, какое количество присосок облепило человека, то это просто ужас. Имеет смысл бороться с каждой отдельно взятой присоской, с каждым отдельно взятым расходником, если он не разовый, а постоянный. И предположим, если вы снимаете квартиру, вы же не знаете, может быть, вы ее будете год арендовать, а может быть, полгода, а может быть, 3, а 5 лет. Вы знаете, 5 лет очень быстро пролетает. И если вы на начальном этапе пути не поторговались максимально жестко с арендодателем, то получится, что, ну, скажем, выторговали вы 500 рублей, неважно, 1000 рублей. Казалось бы, что, ну, что такое 1000 рублей? Полторы тысячи рублей, две тысячи. А вы знаете, вот 2000 рублей, которые вы выторговали, да, 2000, они превращаются в год в 24 тысячи. А за 10 лет тоже совсем другая сумма. И если бы вы, ладно, это как бы разовая такая акция, а если бы вы не привыкли торговаться в магазинах, в торговых комплексах, на рынке, на базаре, с представителем каких-то услуг по телефонии, то в конце концов вас облепляют огромным количеством переплат. То есть есть такая болезнь, как переплаты, переплаты. И вы можете просто ужаснуться тому, что в конце года вы теряете, скажем, полтора, два, три миллиона. Не знаю, это можно потерять за два года, за пять лет. Я же не знаю, у кого какие доходы. Даже если вы теряете 100 тысяч в год, хорошо, 50 тысяч в год, вы за 10 лет могли накопить на автомобиль. А тогда почему получается, что вам 40 лет, а вы до сих пор пешком ходите? Вы знаете, когда я, я не призываю здесь ни в коем случае всех купить автомобиль. Я сейчас говорю о том, что когда вы не стремитесь ежемесячные присоски уменьшать, ежемесячные присоски от себя отрывать, вы теряете свой финансовый потенциал. А дело в том, что финансовый потенциал, он привязан к физическому, к временному и к душевному потенциалу человека. Потому что деньги – это наше время, квалификация, это наш профессионализм, наш труд, наша энергия. Это все вот эти наши белки, жиры, углеводы. У меня вот ребята стоят сейчас на ногах, работают, понимаешь, крутят, там смотрят, следят. Это ж мозг работает, а мозг потребляет кучу веществ. Время жизни идет, а время – это и есть жизнь. Вот и получается, что мы меняем свою жизнь на деньги, к сожалению, увы. И когда вы эти деньги безмозгло, бездумно просто раздаете, просто раздаете налево, направо, туда, 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 ничего хорошего это не даст. Поэтому следующий денежный закон очень простой и созидательный звучит так. Сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Каким образом я узнала об этом законе? У меня была преподавательница фармакологии в Первом медицинском университете Зинаида Амариевна Бутаева. Возможно, кто-то из моих зрителей ее знает. Она была яркая, талантливая, брюнетка с очень стройной фигурой, великолепными мозгами, прекрасной речью. И вы знаете, она была очень целеустремленная, училась всегда, преподавала ярко, требовала жестко. И я специально перевелась в ее группу, чтобы лучше знать фармакологию, потому что уровень преподавания в моей группе меня не устраивал. И однажды мы с ней пошли до метро вместе, и она говорит, я, Наташа, я хочу пить, давай зайдем куда-нибудь купим бутылочку воды. Давайте там в один магазин зашли, я говорю, Зинаида Амарина, так вот есть вода, давайте эту возьмем. Она говорит, нет, Наташа, это не надо, я не помню там в рублях сколько это было, неважно, она говорит, смотри, это стоит 120 рублей, а я найду за 30. И я подумала, какая разница, вот бегать 3 магазина или 5 магазиновой, чтобы купить не за 120, а за 30 или там за 50. И я ей говорю, Зинаида Амарина, давайте я вам эту бутылку возьму. Нет, она очень уверенно сказала, не нужно, я хочу купить бутылку за 30, это правильно. Потому что, Наташа, сэкономленные деньги, это заработанные деньги. Вы знаете, авторитет ее в моих глазах был очень высоким, и я эту фразу запомнила на всю жизнь. Я не стесняюсь торговаться, и вам даю один очень прикольный прием торговли. Можете сказать, вспоминать меня всегда добрым словом. Когда вы просите скидку, спрашивайте так, у вас есть скидка для хорошего человека или для хороших людей? В редких случаях человек не улыбнется. Если вы не получите скидку, то вы хотя бы получаете улыбку. Если вы будете все время спрашивать таким образом, то скидки в течение года будут просто превращаться в снежный ком, в лавину благословений. А если человек совсем непробиваемый, и он с таким железным выражением лица, нет у нас никаких скидок. А вы тогда спросите по нарастающей, а для очень хорошего человека. И в 90% случаев вы можете услышать такое, ну разве что по моей карте. Ой, ну вообще-то нам нельзя делать скидки, ну хорошо. Или иногда они так говорят, ну только 5%, максимум 5%. Ну тут ты меня извини, если со всех покупок 5% вы экономите, еще раз говорю, не время, не деньги, потому что вы жадный жилоб. Да, вы время экономите, а время это ваша жизнь, это ваша жизнь. И современный мир очень аморален, он подключает нас, подключает человека на крысиные бега. Потому что если бы нам не нужно было зарабатывать деньги, мы бы больше гуляли, общались, отдыхали, высыпались, читали книги, ходили в кино. Вот сейчас, кстати, новый фильм один вышел, я хочу сходить. И знаете, уже подумывая о том, что работенка меня засасывает, надо бы как-то мне уже туда в сторону кино сегодня уже посмотреть. И нас, с одной стороны, мир заставляет соревноваться друг с другом. То есть ладно бы просто оплатить квартиру, купить вещи, залить бензин, это ничего. Но вся реклама, весь мерчендайзинг, все плакаты, все, что только можно, все мотивации, все скрытые приемы воздействия на сознание человека, заставляют человека покупать жадно, алчно, сменять один компьютер быстрее на другим, типа психологически устарел. Скорее, скорее, значит, еще новый айфон только выходит, уже там все, приискивает себе, куда этот продать и новый купить. Тут я вспоминаю, как однажды на автомойке, несколько лет назад, я очередной свой мерседес загнала в автомойку поздно вечером, и молодой человек мне эту автомойку мыл, и он мне такое что-то говорит, а почему у вас пятый айфон, и вы ездите на мерседесе, и у вас пятый айфон, а у него был шестой или седьмой, я уже не помню, честно. И он говорит, я вам скажу, где можно недорого купить шестой. Я говорю, ну вот вы знаете, возможно, потому вы и мойте мой мерседес, хотя это обидно звучит, что у вас шестой айфон, а у меня пятый. Он вообще не понял, говорит, а почему? Я говорю, потому что вы живете по принципу показухи, а я живу по принципу разумного расходования средств. Потому что если у меня пятый прекрасно работает, мне зачем шестой? Я не очень это все понимаю. Опять же, нужно всегда смотреть избирательно. Если вы работаете, вы блогер, и вы работаете, пользуетесь активно телефоном, и вам нужен прекрасный динамик, и замечательное качество камеры, и вы вовсю эксплуатируете этот телефон, а не просто достаете его, чтобы показать, тогда это одна история. И совсем другая, когда вы нищеброд, когда вы живете в долг, берете постоянно потребительские кредиты, жизнь в съеме, работа в наеме, но вы просто из кожи вон лезете, чтобы показать, что у вас есть этот несчастный, долбанный айфон. Поняли, да, про показухи и лишние растраты? Так, почему люди более старшего возраста, непонятно, с какого возраста считается более старшего, я уже считаюсь более старшего, ищут преграды, а не возможности в улучшении собственного финансового роста? А я вам объясню, как уже человек более старшего возраста. Цели, задачи, а самое главное состояние человека меняется на протяжении возраста. И то, что было в 20 лет давалось играючее, с возрастом становится физически недоступно. Я еще пока могу перелезать через трехметровые заборы, но поверьте, что в молодости мне это давалось несколько более легко. И действительно, в первой, третьей, может быть, в первой половине жизни человек более устремляется к каким-то целям материального характера. А во второй половине жизни он уже начинает задумываться о замедлении, о том, что, а зачем это все нужно, а нужно ли это вообще, а как услышать голос Бога внутри себя, а для чего я живу. То есть, если раньше вопросы о смысле жизни человек задавал себе на бегу, то когда он видит финиш, финал, когда он видит переход, вы знаете, ну, наверное, если вы узнаете, что вы завтра умрете или через неделю, сделка очередная с подписанием договоров и просиживанием штанов в офисном плантонировании, это будет не то последнее, что вы сделаете. Это тысяча процентов. А многие музыканты, возможно, сделают немедленно благотворительный концерт, потому что благотворительный сделать проще и быстрее, чем платный. И они ощутят себя снова нужными, любимыми, востребованными, потому что отдача творчества, именно это является первичным стимулом, а не зарабатывание денег. Но пока человеку кажется, что он вечен, пока человеку кажется, что он бесконечен и жить будет бесконечно долго, он занимается херней. Я не знаю, я ответила на этот вопрос. Возможно, кому-то не понравилось, как я ответила, но я ответила так. Тормозит ли финансовый рост и не размножает ли бедность, ненужный хлам дома, 10 запасных колес, болты, гайки, деревяшки? Ой, господи. В общем, это вопрос про хламидомонаду. Я отвечу кратко. Есть фильм, который называется «Жизнь. Волшебная радость уборки». Японский фильм, односерийный, легкий, комедия «Посмотрите, жизнь поменяется». Ненавижу свинарники. Просто не выношу на дух. Вообще любое захламление – это плохая энергетика, когда из каждого угла что-то торчит, висит, лежит, какие-то палки-копалки, пузыречки, коробочки. Они отвлекают. Дело даже не в том, что они захламляют пространство, а в том, что когда ты посмотрел, туда взгляд бросил, ненужная вещь, которую ты не пользуешься. Тут одежда, которая тебе не нужна, и у тебя какая-то капля энергии на это дерьмо ушла. И, соответственно, на мышление, творчество, любовь, отношения остается меньше. И представьте, у вас захламлено все – в машине, в шкафах, в сумке, в кошельке, повсюду. Какое богатство к чертовой бабушке. Ты просто возьми и все это зачисть. И ершиком прочист себе голову. Каждый день нужно чистить мозги. Как наличие семьи может сказываться на улучшении финансового роста? Может ли этот фактор тормозить развитие? Вы знаете, вопрос с семьей и вопрос с партнерством – это очень тонкий вопрос. Он достоин отдельной не то, что лекции, а целого цикла лекций и, может быть, даже ни одного специалиста. Я могу сказать, что я себя считаю некомпетентной в полной мере в этом вопросе. То есть, если я компетентна в том, как раскрыть таланты, способности, более или менее гармонично реализовать те или иные наклонности, могу посоветовать какие-то вещи в творчестве, во владении музыкальными инструментами, рисовании, саморазвитии, то считать себя экспертом в области семейных вопросов я не могу. Потому что вот я на своем жизненном веку переживала состояние семьи и переживала состояние без семьи. Я могу сказать, что человека своей мечты я в своей жизни не встретила. Да. То есть, я могу это совершенно открыто, спокойно, с принятием этого факта сказать. Потому что у меня где-то еще остается какая-то надежда, что может быть какой-то невероятный совершенно момент совпадения. Мне приходилось любить, очень сильно любить, и быть любимой тоже. Но моменты несовпадений, которые разрушительные, я не готова претерпевать. То есть, для меня один плюс один человек, это должно быть минимум два, а лучше три, а лучше четыре. Понимаете? То есть, когда двое людей, это не просто сумма слагательных, а это усиление, усиление. А вы посмотрите, большинство семей, ведь как живет? Огромное, подавляющее большинство. Это же адские муки. Мало того, пространства не хватает, постоянные какие-то выяснения отношений, претензии. У одного такой запах, у этого другой. Какие-то моменты несовпадения в быту, в плане чистоплотности, я не знаю, там кого-то сексуального темперамента, это уже даже не на первом месте стоит. Вкусов, предпочтений. Что делать, если один просыпается в половине пятого утра, у него так физиология устроена, а другому надо спать до полдвенадцатого. И тот, который спит до полдвенадцатого, порой не чувствует бережливого отношения того, который проснулся полпятого и хлопает, ходит дверью. И вот эти моменты нетонкости, неуважения к чужому пространству, не то, что даже неуважения, сложнее намного. То есть это многокомпонентная система. И удержать ее стабильность, удержать ее надежность работы и функционирования намного сложнее, чем одному человеку. Может быть, поэтому гениальные люди творческие очень часто жили одни. Жил один и Тесла. Очень многие полководцы тоже жили одни. Вот, например, тот же Федор Федорович Ушаков. Это человек, который не проиграл ни одного сражения. 43 сражения у него на счету и минимально терял матросов. Очень бережно относился к людям. Он всю свою жизнь посвятил своему государству и последние 10 лет, уже находясь в отставке, проводил время в монастыре, молился, гармонизировался, участвовал в благостворительных каких-то моментах. И он не стремился к созданию второсортных отношений. Вот я тоже самое человек, который не стремится к созданию второсортных отношений. Понимаете? Мне не нужны отношения для галочки, которые будут меня разрушать или будут меня выдаивать. Мне хорошо с собой. Я прекрасно провожу время сама с собой. Комфортно делать то, что я хочу. Приходить тогда, когда я хочу. Уходить туда, куда я хочу. И ни перед кем не отчитываться. Абсолютно полностью течь и находиться вот в этом своем расписании. Если когда-либо будет прекрасное совпадение и взаимная поддержка, аллилуйя, да и аминь. А если нет, Господи, избавь! Вот от этого подарочка. То есть вот так. Надеюсь, ответила. Куда вкладывать отложенные средства? Допустим, их не так много, чтобы вложиться в недвижимость. Куда вложить, чтобы это приносило доход? Это вопрос из серии «На деревню дедушки». Ну как можно в рамках пяти часового семинара ответить на общий вопрос? Во-первых, непонятно, кто вкладывает. Непонятно, сколько вкладывает. Непонятно, в каких обстоятельствах. В какой стране? Где это все происходит? То есть какие базовые условия? Ничего не понятно. Нет входящих данных. Если вопрос сформулирован так широко, тогда нужно в принципе думать об инвестировании. Инвестирование бывает разным. Я могу только отвечать за себя. Вот я не вкладываю ни в акции, ни в облигации. Вкладываю в творчество, в авторские права. То есть у меня часть дохода приносит продажа книг в интернете. А часть мой авторский профтест, который есть на сайте proforientation.ru Когда взрослый человек может зайти онлайн протестироваться и получить внятный ответ на вопрос, с кем стать, куда поступать. Я вот в это инвестирую. Это же тоже инвестиция. Сделать удобным сайт, сделать удобным онлайн оплату, оформить это все, снять видео для этого сайта, постоянно заниматься его поддержкой, техническим оснащением, платить зарплаты людям, которые его обслуживают, этот сайт. Понимаете, это очень расходная история. Поэтому мне ближе вложение в авторский труд. Я вообще считаю, что современный мир движется к тому, чтобы было больше уважения для авторов, больше создания авторского труда, авторского видео, авторских книг, авторских учебных курсов, авторских проектов. А вот когда человек занимается вложением, игрой на бирже, он гоняет вот эти нули-единицы в надежде что-то выиграть туда-сюда. Но вот представьте теперь жизнь его, жизнь этого упыря. То есть он сидит перед монитором, там бегают какие-то циферки туда-сюда. А вот он несколько часов, следя за этими графиками уродскими, пытается там что-то выиграть на долгосрочную перспективу. Но он потратил время. Может он заработает, может нет. Но даже если он заработает, от его времяпровождения не осталось ничего доброго. Вообще, понимаете, ничего. То есть вот парикмахер подстриг голову, есть хорошая стрижка. Стоматолог вылечил зуб, есть результат труда. Музыкант сыграл, у людей настроение повысилось, или психологическая разрядка произошла. Вот мы сняли видео, вы посмотрели, извлекли для себя пользу. А здесь вы занимаетесь какой-то мастурбацией, то есть вы сливаете свою жизнь в трубу. И что вам эти деньги дадут? Правильно, ничего. Вы точно так же, как вы получили эти пустые деньги, точно так же вы их вложите в пустые проекты, и потом будете заниматься вот в этой пустой, никчемной жизни, потому что плохие деньги, а для меня это точно плохие деньги, они не приносят хорошего результата. Посмотрите, как разворачивалась и чем закончилась жизнь Мавродии. Талантливейший человек, умнейший человек, умнейший человек, да, то есть с юмором, с интеллектом, но вот эта его деятельность, да, так сказать, она погубила светлый ум. Она погубила светлый ум и принесла множество горе народу. Это мое частное мнение. И вкладывайте во что-то созидательное. Вот это главное. А уже не принципиально во что? Дом постройте, земли, участок купите, все что угодно. В творчество свое вкладывайте. Может быть, вам надо здоровьем заняться. А иногда, вы знаете, не надо вкладывать, нужно просто тратить с удовольствием. О чем я говорю? О том, что вы не знаете, и я не знаю, как мы будем жить, как будет разворачиваться наша жизнь, сколько мы проживем, будет ли война. Мы не знаем, будет ли атомная война, или не будет. Увидим мы атомный грипп у себя в окно или нет. Я человек далекий от паники, от каких-то вот этих настроений, но я четко понимаю, что жить надо сейчас. И я себе позволяю путешествовать, я могу себе позволить путешествовать, я лучше заплачу за друзей, я заплачу, я угощу людей, которые мне близки и дороги, в ресторане. Я могу себе позволить сделать подарок, купить какую-то вещь, потому что мне это нравится. Или полететь вместе куда-то. Иногда могу себе позволить излишество. Если, например, я летела в Америку, долгий перелет, тяжелый, я летела бизнес-классом. Когда нужно лететь куда-то ближе, я не стану тратить напрасно деньги, особенно если это перелет Питер-Москва. Ради этого одного часа понтов я не стану покупать бизнес-класс. И у меня деньги имеются для того, чтобы жить. Понимаете, вот для меня главное это жить. А не сколько я накопила, не сколько я нахапала, не сколько я приумножила, я жить хочу. Жить хочу. Поэтому у меня есть основное, я не обрастаю недвижимостью, есть дом, где я живу, есть автомобиль новый, в исправном состоянии. У меня есть наличные средства, и у меня есть несколько источников дохода. И постоянная работа в творчестве. Я хочу быть нормальным, здоровым, полноценным психологически человеком. И хочу реализовывать свои творческие идеи. И поэтому, может быть, вам надо просто пожить на те деньги, которые у вас есть. Куда-то съездить, позволить себе путешествие, оплатить красивую поездку с любимым человеком. Может быть, вам нужно обновить гардероб. Может, у вас в доме давно ремонта не было. Может быть, у вас машина убитая. Откуда, я знаю. Может быть, вам нужно выложить двор камнем искусственным. Вот меня, например, двор давно ждет, чтобы часть дороги выложить камнем. Возможность есть, но всякий раз, когда стоит выбор потратить лето на мощение вот этой вот истории, или слетать куда-нибудь, съездить в Карелию, на Кольский полуостров, или на Камчатку, вот меня сейчас зовут, или в Дагестан. И мне хочется вот туда поехать, вот туда потратить, вот туда, а плитка подождет. Поэтому, при том, что у меня в доме порядок, у меня в доме чистота, у меня в доме скромное, хорошее, пригодное для жизни, и работы, и для друзей, и для гостей пространство. Есть версия, что финансовое благополучие зависит от отношений с родителями. Надо простить, помириться и так далее. Как вы относитесь к таким рекомендациям? И действительно ли финансовое благополучие зависит от отношений с родителями? Как быть, если действительно с родителями нет связи, но и ненависти тоже нет? Дело в том, что в Библии действительно есть такое слово. Звучит это как заповедь с обетованием. То есть есть просто заповеди, что можно, что нельзя, а есть заповеди с обетованием, что если будешь выполнять, то получишь то-то и то-то. Написано так. Почитай отца и мать твою, и будет тебе благо и долголетие. Благо и долголетие. Люди понимают благо очень узко, то есть для них благо это деньги. Возможно и так, но не написано даже любить, написано почитать, потому что любить это все-таки несет эмоциональный компонент. Мы не можем заставить себя на эмоциональном уровне что-то чувствовать, но мы можем совершать действия любви, заботиться, поддерживать, интересоваться, навещать, выручать, опекать и решать проблемы родителей, ситуационные, если они возникают. И это дает человеку благо и долголетие. Ну, почему долголетие, можно подумать и догадаться. Наверное, когда у вас есть вот этот тыл, да, родителей, то вы еще будете, ну, где-то на психологическом уровне долго жить, потому что человека отделяют от смерти в естественном порядке вещей родители, это первый барьер, дедушки и бабушки, это второй барьер, да, такой бег с препятствиями временными мы осуществляем, и прадедушки, в редких случаях прапрадедушки и прапрабабушки. В естественном порядке вначале умирают дедушки, бабушки, потом родители и только потом дети. Это печально, но намного трагичнее, когда родителям приходится хоронить детей. И вот если все пойдет естественным путем, в таком случае, пока живы родители, между вами и смертью есть щит. Вы защищены. Вот. Там очень много еще вопросов. Я, чтобы вернуться к нашему финансовому повествованию, вынуждена это немножечко свернуть, потому что мне всегда хочется ответить подробно, а подробно не всегда бывает возможность. Вот у нас тема беседы. Финансовый рост человека в новой реальности. Вы знаете, вот эта новая реальность, новая, в которой мы оказались. Вначале этот дебильный ковид, потом события 24 февраля. Кстати говоря, вот я находилась в Египте в отпуске, в Шарм-эль-Шейхе, и все время отмечала отель. А как раз Дима Шевчук и Николай, они решили меня поймать там, в Египте. Это оказалось проще, чем где-нибудь в Питере или в Москве. И они ко мне прилетели. Дима подарил мне чудесный букет цветов. Еще раз вот не устану благодарить. На 14 февраля. И сумасшедшую классную косметичку Карла Лагерфельда. Он заметил, что мне нравится эта фирма по фотографиям. И привез мне эту косметичку. А я была, честно, уставшая, такая закрытая. Общаться я особо ни с кем не хотела. Я свои какие-то думы думала, восстанавливалась. Плавала, какие-то гимнастики делала. В общем, ушла в ракушку. Но когда Дима передал мне цветы, я пошла навстречу. А навстречу он мне сделал подарок. И я стала общаться. Потом у меня накрылся телефон. Ребята спасли мне телефон и все его содержимое. И, в общем, мы стали дружить. А потом нас застали печальные известия, которые вам всем хорошо известны. И мы стали общаться. И вот вы знаете, еще один закон благополучия. Это все-таки взаимодействие, дружба и курс на сближение людей. Потому что Дмитрий и Николай организовали мне, создали телеграм-канал, который мне, кстати, очень нравится писать. Какие-то заметки. Он такой вид переписки имеет. Прекрасно работает. И там аж 25 тысяч человек. Я считаю, для вновь существующего канала это, в общем, немало. А могли бы мы поссориться, глаза друг другу расцарапать, надуться, там, я не знаю, наговорить кучу дерзостей. Но мы этого не сделали. Мы это преодолели. И мы остались в выигрыше. Так вот, в том мире, в котором мы сейчас находимся, как никогда важна любовь. И сейчас огромное количество экспериментов проводится, когда, например, человек наполнен состоянием любви. Ну вот просто он влюблен в кого-то. Влюблен творчески. Влюблен по-человечески. Влюблен эротически. Ну вот он просто сейчас в состоянии любви. И такой человек очень благотворно влияет на окружающих. Вы представляете себе? То есть у людей ДНК меняется в присутствии любящего, влюбленного человека. Поэтому, например, когда Блок говорил, что только влюбленный имеет право называться человеком, он был абсолютно прав. Когда у человека в жизни что-то не ладится, он находится в состоянии обиды, раздражения, зависти, тревоги, он распространяет вокруг себя ужасающие волны. И с этими волнами ему трудно жить, трудно быть здоровым, трудно работать, трудно общаться. Все тяжело, все не в радость. И один из отдельных смыслов жизни, и секрет эффективности, ребята, в том числе секрет высокой работоспособности, и секрет финансового благополучия, это постоянно следить за своим хорошим настроением, находиться в потоке, в состоянии энергии любви, любить жизнь, любить себя, заботиться о себе, любить близких, любить своих друзей, любить свою работу, благодарить жизнь за то, что у вас есть работа, пусть она несовершенная, благодарить жизнь за то, что у вас есть дом, не надо вам больше дома, учитесь радоваться тому, что есть. Не стремитесь, если одна машина дороже машина, больше машина, есть квартира, хочу больше, То есть вот это вечное состояние отвратительной неудовлетворенности. Скажу еще один очень важный закон. Это не только денежный закон, это и общефилософский такой закон жизни. Все дело в том, что слова сбываются. То есть если вы что-то говорите, неважно, например, у меня болит голова. Ну ладно, как информационный момент, вы сказали, чтобы найти таблетку, но когда вы ходите, у меня болит голова, у меня болит голова, у меня болит голова. Вы знаете, это распространяет очень плохие волны, и у вас будет именно закрепляться и болеть голова. Если вы все время ходите и говорите, я не знаю, как бросить курить, ой, да, надо бы мне бросить курить, то получается, вы даете мозгоустановку, что вам надо бросить курить, но это вовсе не значит, что вы бросите курить. Или вот я не знаю, где взять денег, вот мне недостаточно денег, что-то у меня денег мало. Вместо того, что денег мало, вы думаете, говорите, как я хожу и думаю, как заработать деньги. Я вместо того, чтобы облеплен кредитами и долгами, думаю, каким образом избавиться от кредитов и долгов. Все, что вы говорите, будет сбываться. С той вероятностью, сколько раз сказаны эти слова. То есть, если, например, вы в течение года 24 842 раза сказали, что вы курица тупая или баран, вы запрограммировали свой мозг быть тупой курицей или бараном. С этой точки зрения словесные коды установки, вот эти скрипты, они прям работают. Визуализационные карты работают, когда вы пишете план, делаете фотографию своего предполагаемого дома, рисуете карту мечты, говорите, что все будет хорошо. Это не значит хвастаться, то есть, если вы постороннему человеку расскажете, что вы влюбились, вы познакомились, вы очарованы каким-то человеком, это может раз и пропасть. Потому что люди посылают негативный сигнал, они могут завидовать, они могут обкрадывать эту энергию и может все рассыпаться. Стоит вам только начать хвастаться, что вот вы получили хороший проект, отличную должность, новую работу или начали строить дом. Может пойти что-то не так, поэтому не хвастайтесь, это не имеет хвастосу никакого отношения. Отзывайтесь скромно, да, как дела, все нормально, более-менее спасибо за ваш интерес, как ваши дела, да. То есть не нужно, а, все круто, круче всех. Вот люди, которые постоянно вот это, вот у меня круче всех, круче всех, я беру фамилию Успехова, Успехова. Ну, так вот, знаете, немножечко кажется иногда, что кукуха поехала. Вот, а кукуха ехать не должна. Итак, отзываемся скромно, не хвастаемся, да, о своих каких-то достижениях, но гадости про себя говорить прекращаем, это важный денежный закон. Себя чморить нельзя, не чмори себя при людях, принцип НЧСПР нельзя. В своей книге «Записки миллионера» я изложила более 30 пунктов в виде комикса, инструкции о том, как богатеть. На просторах интернета найдете, это несложно, приобретете. Я назову три важнейших вещи вам под запись. Если вы будете нарушать, увеличить доход не удастся никогда и никому. Первый закон – тратить всегда меньше, чем вы зарабатываете. Всегда. Пять тысяч заработал, две тысячи отложи, или, не знаю, три тысячи отложи, тысячу отложи. Пятьсот рублей отложи и думай, как четыре пятьсот потратить, как на них прожить. Нужно иметь запас. Этот запас позволяет вам мечтать более смело, более дерзко. Потому что если у вас нет запаса, ну вот если бы у вас был миллион, вы бы думали, каким образом открыть свой салон красоты. Было бы у вас два миллиона, вы бы уже подумали, как купить БУ-аппаратуру и, например, сделать апгрейд монтажной студии. Или, например, купить на авито-подержанный инвентарь и сделать, оборудовать комнату для занятий спортом у себя в парадной многоэтажном доме. Но поскольку у вас нет отложенных денег, то мечты ваши блокированы и вам кажется, что все, вы в тупике. Поэтому нужно откладывать и задавать себе вопрос, куда инвестировать. Есть такое понятие КМД – критическая масса денег. Критическая масса денег, я вот здесь нарисую КМД. Критическая масса денег – это такое количество денег, которое вы можете куда-то уже вложить. То есть это не две копейки. Вот, ну, пример. Вот один молодой человек в университете решал, помогал другим выполнять домашние задания, занимался репетиторством, накопил небольшую сумму денег – 35 тысяч рублей. На них он купил три пары роликовых коньков и сдавал в прокат все лето. К концу лета у него было уже этих прокатных денег около 200 тысяч. На сегодняшний момент этот человек имеет крупнейший прокат велосипедов в Санкт-Петербурге. В его случае КМД – критическая масса денег составила всего 35 тысяч рублей. А если вы занимаетесь инвестированием в строительство, вы строите загородные коттеджи, возможно, или, например, мечтаете о рестораторном бизнесе. Для того, чтобы в съемном помещении в Петербурге скромненько открыть ресторан, нужно примерно 6,5 миллионов. Ну, опять же, можно и на полтора миллиона кафешечку открыть. И даже на 300 тысяч что-то организовать. Я говорю вот некую сумму, которую мне озвучивал человек, работающий в этой сфере давно в качестве управляющего, который контролировал массу процессов и наблюдал за ними. Пункт номер один – тратить меньше, чем вы зарабатываете, и копить деньги до момента КМД критической массы денег, чтобы однажды решить, куда это вложить. Пункт номер два. Дело в том, что если вы, внимание, сосредоточьтесь, это очень важный момент, если вы зарабатываете мало, то вам крайне сложно копить, очень тяжело. И пункт номер два означает постоянно повышать свою способность зарабатывать деньги. Вот когда вы учитесь на этом семинаре, вы повышаете свою способность, свои компетенции, повышаете способность зарабатывать деньги. Опять же, Грейс не говорила, что смысл жизни заключается в зарабатывании. Она говорила, что если вы жестоко стеснены в средствах, у вас есть возможность поправить свои дела, поучиться и что-то изменить. Вот что она говорила. Учиться – это повышать свою способность зарабатывать деньги. Но не как женщины учатся постоянно некоторые, да, бесконечно какие-то курсы секретарш, какие-то у них то языки, то одно, то пятое, то десятое, то SMM-маркетинг, то еще что-то. И в конце концов ничего. Нужно действовать, нужно работать. Я сейчас говорю о том, что если не хватает денег, нужно читать спецлитературу, выписывать денежные законы и применять их на практике. Также, если вы находитесь на бесперспективной работе, с нее нужно увольняться. Если работа вам нравится, и вы на хорошем счету, в письменном виде попросите повышение зарплаты. В 90% случаев вам ее повысят. Если не попросите, повышать не станут. Инфляция будет съедать до 30% в год. Третий пункт. Нужно инвестировать то, что вы отложили, в свои проекты, в оборудование, в бизнес, в семейный бизнес, в землю, строительство, в авторские права. Условно говоря, если вы стоматолог, у вас должна быть роскошная бормашина и шикарное кресло, и великолепные материалы, и замечательный полностью апгрейд освещения и ремонт кабинета. Если вы занимаетесь съемкой, Бог в помощь, и пусть у вас, благослови вас Господь, блэк-мэджиками и всем остальным, и накамерным светом, и микрофонами, и различными там софтбоксами, чтобы свет не был жестким. Всем-всем на свете, любыми проводами, любыми всеми сенхайзерами, шурами, боями и же с ними. Это и технологии, и много что еще. Вы знаете, мир движется в сторону передовых технологий. Вот недавно, например, в Дубае закупили мотоциклы, которые летают. Эти мотоциклы куплены в России, да, это российские технологии, куплены для того, чтобы полицейские патрули могли производить фурор, вот, гоняясь за преступниками. Я знаю, что в Тель-Авиве, где очень много солнца, солнечные батареи уже встроены прямо в стекла многих зданий, и когда стекло получает солнечный свет, оно аккумулирует энергию, и эту энергию направляет специальный аккумулятор, от которого вы можете заряжать компьютер, пользоваться утюгом, и быть полностью автономным. То есть просто обычное оконное стекло, у которого даже пропускная способность точно такая же, как у наших стекол. Мир действительно движется в сторону технологии. Сейчас разрабатывают, китайцы, между прочим, одежду, которая вырабатывает тепло и позволяет долго не замерзать. При этом она очень легкая, прочная, а сделана она по типу строения шкуры полярного медведя, белого медведя, потому что каждый волосок оказывается у белого медведя. Это полная трубочка, которая поглощает свет и направляет тепло, а там несколько миллиардов этих волосков. Представляете себе, в шкуре медведя. И медведь на постоянном обогреве. И вот китайцы догадались, что можно взять микропроволоку, эту проволоку в такое специальное оптоволокно, проволока потом уничтожается, расплавляется, и остается микротрубочка. В этой микротрубочке происходит преобразование световой энергии в тепловую. В общем, мир просто движется в сторону самых невероятных вещей. Люди выращивают искусственную кожу, которая будет бороться с ожоговой болезнью. Делают сумасшедшие вещи. То есть мне всегда было очень интересно это все читать. Я с детства читала журнал «Химия и жизнь» в разделе «Научные открытия». Итак, не упирайтесь тупо мозгом только в сторону баксов, евро, рублей и всего остального. Нужно мыслить широко, мыслить масштабно. Нужно постоянно учиться, постоянно читать, постоянно развиваться. Первые три закона – это тратить меньше, чем вы зарабатываете. Зарабатывайте, и я желаю вам этого с любовью. Второе – это повышать свои компетенции, свой профессионализм и ваши способности зарабатывать. Возможно, вы потрясающий профессионал, но вы очень плохой продавец, и поэтому все так печально. А может быть, вы замечательный продавец, но очень плохой профессионал. Тогда вам гореть в аду, просто гореть в аду. Третье, я уже сказала, это грамотно и с любовью инвестировать во что-то созидательное. Таких законов порядка сотни, и несколько десятков из них в кратком изложении мы разберем на нашей встрече 30 июня. Меня постоянно просят провести онлайн обучение. Вы знаете, скажу честно, я больше люблю живое обучение, когда я вижу ваши глаза, чувствую запах, слышу смех, вижу аплодисменты. Ну, цветы, конечно, тоже очень приятно мне видеть. Хотя бы такие электронные цветочки в комментариях пошлите, я их потом почитаю, соберу, и мне будет супер. Но, значит, вы пишете, что поскольку не у всех есть возможность приехать в Петербург или приехать в Сочи. Вот у меня в ближайшее время 11 июня семинар, как раз по финансовому росту, да, весь день мы будем учиться. Не у всех есть возможность, поэтому вот меня Дима и Коля уговорили 30 числа провести онлайн обучение. Я соберусь еще раз с мыслями, силами, структурирую и постараюсь за этот час или два, я не знаю, сколько они мне предложат, это мы с ними еще будем говорить. В любом случае, каждый человек, который сегодня к обучению присоединится, он получит еще один очередной подарок. Хотя я считаю, что подарочков уже на сегодня просто многовато, но тем не менее. Вот ребята меня уговорили, у меня есть такая книга, называется «Решить все проблемы за один день». Это, конечно, шутливое название. За один день проблемы не решить, за один день все проблемы можно только создать. Но там есть очень краткие такие психологические истории из жизни, и вам будет интересно почитать. Электронную книгу получит каждый участник сегодняшнего обучения, который продолжит с нами учиться 30 июня. А я вам скажу в заключение, что очень важно миру говорить то, что вы хотите. То есть не скрывать свои желания, не скрывать свои намерения, а открыто заявлять о них. Я вот, например, тоже очень люблю подарочки. Я сейчас у вас подарок один попрошу. Но я надеюсь, я отлично отработала, и я заслуживаю подарочек у моей аудитории. Вы знаете, свою аудиторию внутри себя я называю таким словом «Немо». Немо, вот не знаю, вот знаете, как капитан Немо. Немо для меня это люди, которые пишут мне о любви, люди, которые пишут слова благодарности, признания. Это люди, которые говорят, что их жизнь изменилась. Те, кто подходит ко мне на улице, говорит, что смогли бросить курить, или могли открыть свое дело, или поменять работу, или повысить самооценку. Вы знаете, вот это все обилие обратной связи, а также вся вот эта информация, которая идет от людей, и та поддержка, которую я вижу, для меня это все мой великий, вот этот светящийся, солнечный, невероятный Немо. И вот мой дорогой и любимый Немо. Я тебе могу сказать, что у меня есть маленькая такая, маленькая мечта, даже мечтулечка, я бы сказала, в свете того, что наша большая книга фотографий, альбом фотографий, наш инстаграм в России, да, он окончательно стух, нам прикрутили все, что можно прикрутить. У меня он стух тоже, а мне его жутко жаль, ты меня извини, но я столько в него сил, любви, доброты, тепла и стараний вложила. А он собака, просто не растет. Так вот я решила, а чего я стараюсь и постоянно парюсь? А попрошу-ка я у своей аудитории просто взять и, первое, подписаться. Второе, написать комментарий. Вот прям сегодня, вы знаете, если вы в сегодняшнем посте, я вот сейчас выйду из эфира, и я где-то в течение часа размещу какую-то фотографию сегодняшнего нашей встречи, свою, естественно, и напишу какие-то слова для вас. А вы напишите мне ваши комментарии, вашу благодарность. И если вы сделаете скриншот этой фотографии и разместите у себя, и напишите несколько добрых слов, и отметите мой аккаунт, для меня это будет прекрасным подарком. Я хочу этого прироста просто благодаря вам, вашей любви, вашей доброте, вашему отклику, вашему участию. Я этого действительно хочу, мне это будет приятно. Поэтому я сейчас вот напишу, ребята вам еще ссылочку дадут, они мне пообещали это сделать, у меня вот такой инстаграм, вот так вот, да? Наталья.грейс. Поэтому просто подпишитесь, отметьте, напишите заметочку, укажите в сториз, что вы любите Наташу, пошлите мне лучик любви, отметьте, и у меня будет сегодня вау-прирост, просто вау-прирост. Но это мелочь, ладно, я попросила, хорошо. Ребята, те из вас, кого я увижу 11 июня в Сочи, это, конечно, вот невероятное какое-то феерическое событие и наша встреча. И вы можете также пройти обязательно профтест онлайн. Я первый этап тестирования сделала бесплатным. Да, я про бесплатные вещи сейчас скажу, где можно бесплатно еще пользоваться очень хорошей информацией. Сайт proforientation.ru, ссылки у меня всегда есть. В сториз в инстаграме. Это мой авторский тест, мой авторский продукт. Я им чрезвычайно горда, потому что он дает конкретный ответ на вопрос, кем быть, какие ваши таланты главные, созидающие, в чем вы будете успешнее остальных, и это очень важно. Да, и первые 10 вопросов вы можете пройти бесплатно, для того, чтобы получить список фильмов и книг для повышения самооценки и увидеть сам стиль тестирования, сам подход. Если понравится, уже можете перейти к платной версии. Дальше, что есть бесплатного для моего любимого и дорогого Nemo? У меня есть два мобильных приложения для андроидов и для айфонов. Для айфонов я разработала приложение, которое называется Мир Грейс через Э. То есть вы в App Store заходите и загружаете. Мир Грейс русскими буковками через Э. Для андроидов это приложение в Play Market, которое называется Наташа. Там есть много видео и аудио. Также подписывайтесь на мой YouTube канал. Там более 400 учебных видео по разным темам. От скорочтения до финансового роста и планирования. Громадный, громадный, многолетний, 20-летний труд есть в этом канале. И все те украинские зрители, которые сегодня смотрят меня и по каким-то причинам они отписались, перенесли обиду на государственные решения, на личную обиду в мой адрес. Я прошу вас подписаться снова, оставаться на линии со мной. Два славянских мира должны продолжать общаться, продолжать взаимодействовать, продолжать вопреки западным установкам и целям друг друга поддерживать и любить, и прощать, и принимать. Если головушка не работает, то на уровне ганглиев все равно взаимодействие в жизни происходит. И вот эти ганглии, пришло время ганглионарного взаимодействия. Если кто-то имеет медицинское образование, он меня понимает. И мы на уровне ганглиев, вот внизу, на низах, мы тоже можем работать, мы можем общаться. Ну а голова постепенно, она всегда в норму приходит. Ничто плохое не может длиться вечно. Поэтому, кто отписался, хватит быть редисками, подписывайтесь опять. И, возможно, среди моей аудитории есть человек, который хочет работать ассистентом или видеооператором. У нас есть вакансии основные три. Это вакансия программиста. Но программист мне нужен недистанционный, только если он в Петербурге. И хорошо знает WordPress, мне нужен такой человек креативный, талантливый, способный, быстрый. Работы очень много. У нас всегда есть место для талантливого видеооператора, видеомонтажера. Монтажей столько, что вот Артур не справляется, просто не спит. У него времени меньше, чем у меня этих проектов. То есть мы накопили уже некоторое количество съемок и просто героически, можно сказать, их разгребаем. Поэтому нам на помощь нужны талантливые ребята. Девушки, парни, не имеет значения. И у меня есть вакансия ассистента. Очень важно проживание в Петербурге. Грамотность письменная на пять. Только без вредных привычек. Курение сразу до свидания. Нет, нет и нет. Готовность к командировкам. Очень много интересного. Путешествия, взаимодействия с людьми, постоянное обучение. Я немножко устала от руля. Мне хочется, чтобы меня разгрузили. Мне нужен человек за рулем или хотя бы с правами категории B. С возможностью пользоваться каршерингом. Мы работаем за городом, в Сосновом лесу. Это немножечко далековато. Ездить общественным транспортом крайне неудобно. Поэтому я надеюсь найти человека, я ищу давно, невременного, невременщика. Мне не нужен временный человек, который хочет поучиться базой клиентов обрасти или впоследствии стать бизнес-тренером. Мне нужен человек, который хорошо знает мое творчество, любит меня как личность, пусть даже так немножко абстрактно. То есть посторонним человеком работать не смогу. Характер у меня непростой, очень требовательный. Это иногда создает в работе напряжение. Не все люди выдерживают со мной этот марафон, потому что работы много, а это нравится не всем. Все видят фасадную, красивую жизнь, цветы, путешествия, признания. А все самое главное, оно делается в фундаменте, оно делается где-то там. Поэтому я приглашаю вас, дам рабочий номер, на который вы можете присылать резюме. И возможно у нас что-то созидательное с вами получится. Плюс семь, девять один один, девять один восемь, семь два, семь четыре. На WhatsApp вы можете писать и присылать ваши предложения по работе. По поводу семинаров в других городах. На этот же самый номер, вот сюда, вы можете писать ваше предложение по корпоративному обучению, по выездам в другие города и страны. Я мобильно, с радостью прилетаю, приезжаю, работаем, делаем все, что необходимо делать в нашем земном труде. Говорите о себе хорошо, не нойте, это не приносит хороших плодов, только плохие. Занимайтесь чуть-чуть спортом, хотят немножко, не до посинения. Старайтесь спать ночью, ложиться до 12, тогда гормональная система будет в прекрасной форме, вы будете свежим и бодрым с утра. Обязательно гуляйте каждый день, это мой личный секрет благополучия. Я гуляю каждый день, либо утром, либо вечером, обязательно. Когда позволяет погода, лежу на земле, сижу на песке, хожу босиком по камням, обнимаю деревья, бываю на природе, в парке, в лесу, на заливе, у реки, ныряю в озеро. Я это делаю каждый день. Это дает мне кислород и мотивацию для жизни и возможность одаривать вас и себя энергией. Если бы я этого не делала, я бы уже давно умерла. И так просто не в магазин с Авойской, просто гуляйте, мои дорогие, любимые, просто гуляйте каждый день. Это очень важно. Все разрешимо, нет неразрешенных проблем. Все получится. Вы точно способны на большее. Вы сможете прочитать книги и реализовать, воплотить те идеи, которые вы для себя поставите в качестве задачи. Не цепляйтесь за гнилое, прощайтесь с людьми, которые вас предали, не оглядывайтесь назад, не занимайтесь тем, что мучаете друг друга в бытовухе. Будьте от этого свободнее. Не терпите, не будьте терпилами. Говорите о том, что вам не нравится. Говорите о том, что вам необходимо, что вам нужно. Записывайте приход-расход, тратьте меньше, не смотрите алчно и завистливо на бренды, телефоны, бирки, барахло, на крутые тачки. И будьте благодарны и счастливы тому, что есть. Есть комнатка, слава тебе, Господи. Есть кровать, диванчик родной, слава Богу. Есть компьютер, вы работаете, вы кашу утром ели, слава тебе, Господи. Купил BMW, радуйся, аллилуйя. Купил старенькую Audi, бочка, скажи аллилуйя, спасибо, Господь, что это есть у меня машина. Что-то болит, но ты же живешь, понимаешь, у тебя душа болит, значит, у тебя душа живая, человек, значит, ты жив. Ты жив, если у тебя что-то болит, значит, ты просто живой. Я вас люблю, я вас благодарю, я вас обнимаю, я вас благословляю. У нас все получится. Грейс с вами и Грейс Форевер. Пока. Есть состояние, присохшая пробка в бутылке. Человек связан, скован, напряжен, но хочет раскрыться, откупориться. Какое решение? Это погружение в состояние принятия мира и любви. Любви к посторонним людям, ко всем. Даже к тем, кто раздражает, а не только к родственникам, друзьям и партнерам. Любовь к жизни, к Богу, природе, любовь к себе. Эти три любви создают поток энергии, в котором меняются клетки тела, состав тканей, живые человеческие вибрации. Абсолютно все. Когда кто-то имеет любовь как состояние, именно как состояние ко всему на свете, его тело тоже перестраивается. Организм становится способен к концентрации особых целебных лучей. Они выходят из глаз и изо рта с речью. Напротив, тот, кто зол, завистлив и мрачен, никогда не сможет сказать вдохновляющую речь. Просто не хватит сил. Внешняя любовь – не страсть, не потребление, не секс и не совместное увеселение, а именно любовь отдельных людей действует как лекарство, помогает. Люди, наполненные любовью, исцеляют вокруг себя все. ДНК человека начинает позитивно активироваться в присутствии людей, наполненных любовью. В этих людях содержится елей, благоуханные эфиры сладостных ароматов счастья и радости, верности и крепкого духа. К примеру, вы могли замечать, что идете на собеседование или на хирургическую операцию, на экзамен, на выступление. Переживаете, чувствуете себя не в лучшей форме. И вдруг звонок от дорогого вам человека или смс-ка от него. Они вливают мощный поток сил, повышают настроение, отдаривают энергией любви. Но такой акт – кислородный баллон. Он кончится. А внутренний ресурс, наша пуповина от неба к самим себе, исцеляет все тело и воскрешает к новой жизни. Люди называют это харизмой. На самом деле, светлая харизма – ничто иное, как поток любви. Тут вы скажете, что харизма бывает и у злодеев. Верно. Но черная харизма – не настоящая. Она ложный белый гриб и неизбежно приведет к отравлению. Только любовь, любящие люди, добрые сердца и мысли, поток любви, исцеляют все на свете. Думайте о состоянии любви и призывайте любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова timedusz Субтитры создавал DimaTorzok